На данный момент в Приднестровье вопрос утилизации мусора не стоит остро, но так будет не вечно. Строительство мусороперерабатывающего завода пока не начато, да и нет в республике необходимого для его эффективной работы объема отходов. Однако работники столичного спецавтохозяйства всегда проявляли активность в вопросе переработки отходов. Первоначально еще в 2012 году у нас такие были попытки по всей территории контейнерных площадок установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Но, к сожалению, население не восприняло эти контейнеры и все это осталось просто в наших задумках. В конце прошлого года спецавтохозяйство выиграло грант зарубежной экологической компании. На эти средства были изготовлены сетки-контейнеры для раздельного сбора отходов. Было решено начинать с экологического воспитания подрастающего поколения. Нам привезли эти контейнеры в сентябре месяце. Это, во-первых, улучшает работу и спецавтохозяйства. Сразу идет сортировка бутылок отдельно, макулатура отдельно. Мы агитируем своих детей в классе, собираем на предформации, чтобы дети не выбрасывали даже, например, домашнюю макулатуру, не выносили на мусорку, принесили в школу и бросали в контейнеры. Узнав от учителей, что одна тонна мусора спасает от вырубки 17 деревьев, а также о том, что пластик не разлагается и лежит в земле около 300 лет и тем самым отравляет почву, школьники стали активно собирать эти виды отходов. Разные жители других домов и мы выбрасываем. Ведь есть очень много тетрадей, которые остались с других классов. И чтобы просто дома не валялось и не занимало лишнего места, можно прийти выбросить. Мы приносим с дома старые тетради, старые газеты, старую макулатуру, приносим их сюда. И потом из этого делают новые тетради, новые картонные коробки, новые листы. И из этого выходит польза. Вторым этапом этой программы будет установка таких контейнеров на всех муниципальных предприятиях, а в дальнейшем на территории частных и многоквартирных домов. Так как в Приднестровье нет ни одного мусора, перерабатывающего предприятия, собранное сырье вывозится за границу. Правда, если население ответственно отнесется к сортировке отходов, это создаст условия для открытия таких предприятий внутри республики. Забота об экологии – дело каждого сознательного гражданина. Оно не требует больших усилий, но дает большую пользу для природы и государства.